Итак, всем привет, с вами Дуб Г, мы начинаем сценарий Сталинград за Германию. Поиграли мы за Советский Союз, теперь пора попробовать за Германию. И стартовая позиция у нас намного лучше, мы уже близки к окончательной победе. Да, они не смогут противостоять нашему шталю, по крайней мере, таков план. И что у нас вообще есть за Германию в этом моде? Во-первых, у нас есть Паулюс, который дает неплохие бафы. У нас есть очень жесткий дебаф от перенапряжения Вермахта. Ну, конечно, от Франции до Дона реально очень тяжело все это снабжать. Но прям супер больших дебафов нету, но зимой будут беды и командного ресурса будет не хватать. Поэтому нужно, конечно же, довоевать до зимы, в идеале. Военно на уничтожение ведется, это бафы как раз-таки поддержки войны, идеологии и горючее, как ни странно. Не знаю почему, но, допустим, наверное, у нас его будет хватать. И у нас растет моральный дух, потому что зима была прошлая ужасная, но мы летом отдохнули и готовы побеждать. Собственно говоря, при этом все, у нас здесь очень солидная армия. У нас укомплектация намного лучше, чем в Советском Союзе. При этом дивизий именно вот таких нормальных намного-намного больше. Так что мы сейчас будем начинать ушить. Но у Советского Союза огромные резервы и очень много территорий, куда можно отступать. Так что, что я могу сказать? Поехали. И фельдмаршалом, конечно же, назначаем Паулюса. Здесь ему еще можно было бы выдать какие-нибудь перки. Вот это нам пригодится к зиме, я думаю. Ну а здесь я беру вот эти вот два перка. Третий пока что почилит. Из хороших дивизий у нас есть механизированные дивизии. Они очень хороши, потому что, насколько я помню, они не пробиваются пехотой вражеской, при этом у них еще нормальные статы. Танки же здесь сделаны очень неприятным образом. У них только там один-два батальона механа. Как вы можете видеть, так что это очень ужасно. И фактически ими воевать почти невозможно. КП у них очень мало, энергии тоже очень мало. Но они имеют хорошие статы, как будто. В общем, на механы будем делать стараться ставку. Здесь мы тратим политку, конечно же, на промышленность. И у нас еще есть плюс политка. Я, скорее всего, его потрачу вот сюда, куда-то. Но это еще не точно. Из фокусов берем укрепить наконечники наших вот этих копий. И получаем из этого бафы, минус расход припасов, плюс атаки. Разные. В общем, полезная тема. Надо побыстрее допушить. Я с этим согласен. Ой, а как распределили войска. Вот здесь вот группировка одна. Здесь у нас еще где-то все пойдет. Вот сюда, на юг. Хотя, вообще, давайте лучше это укрепим сюда. И здесь у нас очень не хватает танков. У нас вот здесь вот есть танковые войска. Я их немножко отделил. И механ. Вот отсюда нам нужно будет перебросить их, я думаю, скорее всего, на север. Потому что север выглядит очень легко, как будто его можно атаковать. Здесь, насколько я помню, как я играл в Советский Союз, нет почти что резервов. То есть переправу можно занять, если быстро, тогда очень успешно. Здесь точно так же. То есть нам нужно пробиться к переправам и потом продолжать пушить. Параллельно стараться окружать как можно больше войск. Из смешных моментов у нас нету технологий поездов. Из этого наши поезда мы не можем построить. Так что я сейчас сделаю себе верфь, чтобы как раз-таки конвой себе построить. Потому что мне конвои нужны будут позже. Я буду морскими базами, скорее всего, снабжаться периодически что-то. И потом чисто войны завода. И, конечно же, промку исследуем. И нам нужны поезда, черт возьми, как нам еще снабжаться у нас их ноль. Поехали. Начинаются первые бои. И везде у нас, конечно же, зеленый цвет. Потому что советы пока что очень дезорганизованы. И что самое главное, у них поиспособности мало. Видите, они просто, да, сгорают пока что. Нужно сразу же продолжать пушить вперед. Не останавливаться. Статковые у нас клин могут идти дальше. И будем стараться подрезать как можно больше дивизий. Потому что наши дивизии немедленные. Они очень даже быстрые. Здесь перемещаются они тоже очень быстро. Потому что это же карта, типа, как бы уменьшенная. Поэтому нужно, нужно спешить. Нужны окружения. Нужны победы. Немецкие части достигли... А? Что? Достигли Сталинграда? Мы не в Сталинграде? Или это типа то, что мы под Сталинградом? Странный ивент, если честно. И в этом моде что-то со средними самолетами, я полагаю. Потому что, смотрите, у них есть радиус. Нормальный, все есть. Но почему-то... Где, сюда, значит, не дно авиакрыла? Понять не имею, почему. Ну, допустим. Почему-то все, кроме тактикалов, работает. При этом... Значит, будем пользоваться всем остальным. Ну, тактикал, я так понимаю, тяжелый стремитель, да. Третьи самолеты здесь почему-то полностью сломаны. И я понимаю, что нам, видимо, нужно построить авиабазы. Потому что у нас их иначе просто нигде нет. Давайте верфи сначала все еще одну. Потому что нам нужно успеть это производить. И потом, да, авиабазы нужны. Как нам иначе самолеты запускать? Что я могу сказать? Братва рвется к власти. Мы пока что успешно здесь к линиям пробиваемся. Здесь аналогичная ситуация. Здесь то же самое примерно. Если мы сможем так вот пробиться раз, два, три. И закрыть эти три котла. То очень много войск потеряет Советский Союз. Здесь то же самое. Платка мы подзакрываем их. Единственное, здесь не сильно интересно захватывать территории. Потому что здесь переходов нет. Можно захотеть это. Но это не переход на ту сторону, к сожалению. Вот эти войска у нас подосвободились. И я думаю, что стоит их просто пораспределять по генералам. Ну и пока все выглядит успешно. Только я вижу, что у нас горящего на два месяца. Но в теории нам должно, как сказать, попроще позже. Ну и тут мы успешно пробиваемся. Единственное, как вы можете видеть, немножко где-то я спешу, наверное, подокружить. Из-за этого некоторые части у нас находятся тоже под угрозой окружения. Но я думаю, мы справимся и контр-окружим их обратно. Что, допустим, здесь часть, видите, очень далеко прорвалась. Здесь они достаточно сильно с боем связаны. И вряд ли смогут нормально что-то как-то контр-атаковать. И я даже смог форсировать уже речку. Правда, конечно, там еще нет особых сил. И у меня еще здесь окружения не закрыты. С чего я делаю вывод, что нам стоит не спешить, а все-таки подобивать здесь вот эти все войска. И да, мы смогли успешно деблокировать здесь войска. И сейчас уже идем им на помощь. Здесь окружение успешное. Ликвидируем войска в окружении. И здесь также вот это вот окружение успешно. И здесь скоро будет еще одно, я полагаю. Также надо готовиться к форсированию реки. Но пока там нету резервов никаких у Советского Союза. Так что можно пока не волноваться, спешить туда. И вот мы укрепили наши копья, скажем так. И с этим должны еще повеселее начать идти. Я думаю, там плюс атака, минус припасы. В общем-то, все полезное. И куда мы хотим дальше пойти? У нас есть амнистия, либо очистить западный берег. То есть мы как бы... А ну видите, у нас нужно, чтобы был традиционалист и установить конвенцию. Но исторический вариант, я понимаю, это вот этот. Ну что, давайте перенаправим сюда воздушный флот, четвертый. Это даст нам немножко транспорт на самолет. Но самая главная идея, которая будет давать нам опыт, и военный завод. То есть все очень-очень полезно для нас. И мы начинаем штурмовать переправы здесь. Более того, сюда я все-таки решил не стесняться и развивать здесь наступление тоже. Потому что так или иначе, нам потом нужно будет все равно форсировать эту речку. А лучше делать это сейчас, пока там еще нет войск. Окружение здесь все равно мы вроде как должны потихоньку ликвидировать имеющимся здесь силами. Здесь тоже занимаем и тоже расширяем. Северные переправы практически полностью взяты. На южных войска Советского Союза побольше. И более высокой боеспособности. Поэтому, конечно, они оказывают намного больше сопротивления. Но по факту, это просто... Они забирают нас время. Мы получили решение закрыть котел, который даст дебаф Советскому Союзу и даст нам снаряжение. Это, кстати, очень нам будет кстати. Сейчас котел уничтожен. Сейчас котел еще не уничтожен. Ладно, допустим. Нам бы повысить угрозу, чтобы потом повысить... Вот это вот. У нас здесь, видите, и топливом будет все получше, и по ТНП, по ресурсам, по строительству. Но нужно 25 напряженности. Я думаю, давайте еще раз вложимся в уровень угрозы. Здесь тоже начинаем штурмовать переправу. Благо, здесь всего одна дивизия. Я думаю, мы рано или поздно сможем сквозь нее пробиться. Тут еще, видите, я поставил генерала на инженера. Хотя я не уверен, что это решаетесь как будто как высадка. Но вообще, должно помогать. И на юге окружение успешно закрыто. И наша сейчас механизированная дивизия обрезает последний путь отступления. Когда подкрепления слабенькие пытаются проникнуть, но уже поздно. Советская группировка войск на этом берегу полностью ликвидирована. Что на севере, что на юге. И мы потихоньку начинаем просачиваться на другой берег. Германия будет в Сталинграде вовремя. Немецкие войска входят в Калач? Да. Немцы полностью контролируют город. Отлично. Сейчас потихоньку, потихоньку мы вернем все. Победа за Германией, однозначно. И мы, более того, смогли уже переправиться здесь тоже. Наши войска здесь продолжили наступление и не остановились. Прекрасно, прекрасно. Все нужно отправить сейчас сюда. По направлению в Сталинград. И, я бы сказал, некоторую часть. Конечно же, на юг, чтобы юг тоже прикрывали. Пока что все выглядит крайне успешно. Также здесь не останавливаемся. Продолжаем пропиваться. И потихоньку забирать себе территорию. И на вот этой переправе есть какие-то укрепленные войска. Но боеспособность в них низкая. И, более того, я чувствую, мы их сейчас тоже окружим. Под опасностью окружения нашей вот здесь, вот монетаризованной дивизии. Но сейчас эта опасность будет полностью снята. Вот и все. И, как только мы здесь организуем наши силы. Задамет некоторое время на севере. Мы там начнем наступление. На юге наше наступление уже началось и уже продвигается полным ходом. Параллельно окружаются войска, которые здесь стояли гарнизонами. И вот эта вот переправа тоже сейчас будет взята войсками вермута. Прекрасно. Пока что наш швильмаршал работает без каких-либо вообще проблем. Сюда какие-то войска подводит уже Советский Союз. Но я не думаю, что это нас как-то успеет остановить. Опять, видите, мы где-то слишком спешим. Но это классика для немецких войск, кстати говоря, даже в истории. Впрочем, это нам не сильно мешает. Уже 120 тысяч потери на наши 4 тысячи. Прекрасная работа. И мы можем за опыт взять себе новый уровень докторины. И да, нам это нужно, потому что у нас очень мало организаций, особенно на танках. Это нам здесь ее кое-как поднимет. Чуть-чуть приятнее будет станет. Твердый воздушный флот сюда отправлен. Прекрасно. Можем сделать триумфальную пропаганду. И это нам, наверное, и нужно делать, чтобы поддержку войны поднять, чтобы себе поднять в том числе стабильность. И тут нам тоже дадут бафы. Да, давайте сюда и пойдем. И 230, да, мы уже можем поднять значимость. Отлично, у нас должно стать побольше топлива. Ну и промышленности. А еще мы сможем нажать новые кнопочки на военную вот эту вот промышленность и гражданскую. Давайте начнем с военной. Все-таки мне нужны военные заводы. Здесь, наконец-таки, мы можем делать уже фельдмаршаловский приказ, точнее. Ну, обычный приказ. И смотрите, здесь очень много будет провинции под Сталинградом. Так что ожидаем мы максимальное сопротивление уже именно в Сталинграде. И здесь приказ есть. Максимальная угрессивность, потому что я не вижу никаких вариантов советом нас остановить. Авиация теперь может, кстати говоря, перейти на новый регион. Я думаю, наверное, Кулачевский. Или Кулачевский. А Калычок. Короче говоря, вот этот, вы поняли. И здесь у нас, потому что максимальные бои. Именно здесь пускай авиация нам и помогает. Наши рассказы здесь прям очень спешат. Я бы, наверное, замедлил движение вот этих войск. Вот эти войска, в принципе, идут нормально. Но давайте тоже чуть-чуть помедленнее. Здесь, впрочем, я не вижу никакого сопротивления вообще. Так что можно не замедляться в принципе. Потому что, видите, здесь мы начинаем очень далеко уходить, не ликвидировав еще здесь войска. В целом, это нормальная практика. Мы так обычно и делаем. Но все равно надо быть чуть-чуть поаккуратнее. Ну и что я могу сказать. Мы успешно подходим к Сталинкрату. На юге вообще нет сопротивления в центре. Видите, периодически встречается. Но это просто пыль. Мы еще даже агентство не успели сформировать. Так бы я, может быть, еще обкачал бы, чтобы... Ну, я хотел бы видеть, что тут, но их примерно в 10 раз меньше. Мы смогли окружить практически все силы, которые были в этом регионе. Успешная работа наших генералов. Я думаю, можно включить опять третью агрессивность. Потому что нам нужно сейчас максимально-максимально успеть продвинуться. У нас все еще август. У нас все еще прекрасная погода. Все еще нет никаких проблем для наступления. Нужно пользоваться этим моментом. И вот оно. Передовые части вермахты переправились через Дон. Примерно... Примерно огромное время назад. Да. Ну ладно. Это начало концарусской или просто фейерный шаг в их главной бронетной стратегии. Шаг ближе к победе. Прекрасно. И четвертая танковая армия в движении. Где-то до конца август. Невецкие советские войска появятся до Лежного края. Но это мы помним, да? Как это появляется. Здесь вот спавнятся советские войска. Под ними спавнятся немецкие войска. Да? Что нам поделать? Что нам поделать? Ну, надо, получается, подготовиться к этому. Надо, во-первых, войска вот так сделать. Чтобы они случайно не оказались в окружении. А во-вторых, у нас есть вот эта вот механизированная армия. Ну, такая механизированная, адресованная армия. Очень солидная, я бы сказал, как минимум. Вы вот так. Вот эти войска, что здесь находились, все возвращаются вот сюда. Только единственное, конечно, подобиваем здесь окружение. А то сейчас из-за этого приказа сломаются. И механ готовится на Юкоти, я думаю. Давайте его пока просто. Вот так как-то, наверное. Поменяем их местами. Ну и будем готовиться. В целом, я думаю, мы должны без проблем. Там, конечно, застава советов попроще. Потому что немцы прижаты к границе. Но... Немцы-то прижаты к границе. Но советы тоже прижаты. Потому что на севере сейчас будут немецкие территории. И прибывающие русские крепления. Мы узнали о том, что они себе позвали войска. Так понимаю, это по ивенту они заспавнили себе вот здесь вот войска. Значит, нужно быть готовым. Крепления уже в пути. Непостижимо. Это правда непостижимо. Но теперь да. У них армия стала как у нас. Ну, чуть-чуть, наверное, поменьше. И по качеству, скорее всего, похуже. Потому что у меня боеспособность практически не потеряна. Ну, что ж. Уничтожили одну армию. Уничтожим и вторую. Но все это, товарищи, в следующей серии. А с вами был Дубгей. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твич, дискорд, бусте. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok